всем привет с вами председатель вот так вот потихонечку помаленечку плиточка к плиточке и дело делается ну а пока мой ремонт движется точно по графику наш знакомый исследователь джон коннор посетил санкт-петербург отснял интереснейший материал которым я с вами с удовольствием поделюсь и так санкт-петербург как говорится вторая столица россии многие задаются вопросом чей же на самом деле город санкт-петербург русский а может быть шведский строил ли его пётр первый или его просто откопали давайте вместе прогуляемся и посмотрим на этот город немножко под другим углом ровно семь месяцев назад вышел первый ролик на моем канале по материалам отснятым джоном коннором это был ролик про новую зеландию потом была дания шри-ланка турция италия польша чехия и вот наконец россия санкт-петербург все то что джон коннор снимал в этих далеких странах оказывается все есть у нас все та же архитектура те же крепости звезды дворцы замки а в самих замках точно такие же рыцарские доспехи ну давайте по порядку санкт-петербург он же петроград он же ленинград город на реке неве воздвигнутый петром первым в 1703 году ну во всяком случае так гласит официальная версия и построив этот город петр первый прорубает окно в европу почему окно а не дверь ну и коль речь у нас зашла об окнах давайте посмотрим на окна санкт-петербурга на заложенные окна так называемых цокольных этажей на окна полуподвальных этажей ведь так раньше строили на этих этажах проживала прислуга дворники странно почему сейчас там никто не хочет жить или все-таки так не строили просто культурный слой поднял уровень города тем самым первые этажи погрузились на несколько метров под землю люди мусорили прислуга и дворники которые жили на первых этажах постепенно погружались под землю дворники по всей видимости вообще отказывались мести улицы и год за годом за сто двести лет здания погружались под землю до шести восьми метров вот только историки спорят между собой и никак не могут определиться то ли здание опускались под тяжестью своего веса то ли так строили то ли культурный слой вместе с лошадиным навозом погружал города под землю и армии дворников никак не могли с этим справиться поэтому парадные двери первых этажей полностью погружались под землю но люди сплотившись не сдавались и врезали двери в оконные проемы вторых этажей копать явно было дело неблагородное если бы с похватились сразу да по чуть-чуть откапывать да кто ж знал что так будет культурный слой прирастать и закопает целиком этаж и смотрели с грустью на окна которые за годом год по сантиметру в год все засыпала и засыпала культурным слоем люди были беспомощны против этого проклятого культурного слоя максимум что они могли сделать это откопать так называемые оконные приямки или все-таки так строили вот так и вот так ученые умы бьются над этим вопросом но почему-то так и не могут дать нам в разумительных ответов так все-таки так строили или здание сами погружались под землю или это был культурный слой ну разве могли так раньше строить но для чего же было городить аж целых три двери причем если мы повнимательнее посмотрим то все они сделаны в оконных проемах арка по центру два окна направо два окна налево но вместо окон сделали двери к ним даже ступенечки приставили но ведь согласитесь что так криво строить не могли ответьте мне на вопрос для чего в двухэтажном здании делать цокольные этажи ведь копать намного трудозатратнее чем надстроить сверху так что же засыпало все эти здания вот какой вопрос мы должны задавать историкам археологам да даже гидам в музеях чтобы они в свою очередь начали задавать эти вопросы своим коллегам и может тогда уже они не смогут молчать и втирать нам какую-то дичь а все эти закупанные здания сделаны из все того же красного кирпича я еще раз хочу обратить на это ваше внимание что из красного кирпича строились не только фабричные заводские здания но и все остальные которые потом либо штукатурили либо облицовывали камнем но давайте перейдем уже от простых питерских домиков к известным нашумевшим памятником архитектуры а начнем мы с исакиевского собора собора преподобного исакия долмацкого нынешнее здание собора является аж четвертым по счету храмом в честь исакия долмацкого сначала была первая исакиевская церковь которая была переделана из большого чертежного амбара который находился на адмиралтейском лугу над обычным амбаром просто воздвигли церковный шпиль где располагалась колокольня но вскоре ее разобрали так как стало ясно что она слишком мало для быстро развивающегося города вторая исакиевская церковь была заложена уже в камни и строилась в стиле петровского барокко а строительство возглавил николай гербель но расположение церкви рядом с невой берег который еще не был укреплен было выбрано явно неудачно вода из невы подмывала фундамент здания и церковь решили разобрать и построить новую чуть дальше от берега новый уже третий проект исаакиевского собора был разработан итальянским архитектором антонио ринальди екатерина вторая подписывает указ об изготовлении мрамора и дикого камня настроение исаакиевской церкви но обстоятельства сложились так что ринальди не смог завершить начатую работу здание было доведено лишь до карниза после смерти екатерины второе строительство прекратилось и ринальди уехал за границу вступивший на престол павел первый поручает срочно завершить работу архитектору венченцо бренне который поначалу предполагал следовать проекту ринальди но вскоре из-за отсутствия средств архитектор был вынужден исказить его проект и собор получился с искаженными пропорциями приземистым со странным сочетанием роскошного мраморного основания и кирпичных стен это сооружение вызывало насмешки и горькую иронию и как только третий исаакиевский собор был завершён и освещен сложилось мнение что здание необходимо перестроить и наконец за проект четвертого исаакиевского собора который мы видим сейчас берется молодой архитектор агюст монферран незадолго до этого приехавший из франции в россию поистине удивительная история как строился перестраивался разрушался и строился вновь исаакиевский собор не это ли мы слышим каждый раз про другие какие-то грандиозные сооружения которые строились горели перестраивались возводились вновь и опять горели и опять возводились а вот и сам бюст агюста монферрана который находится в исаакиевском соборе он был сделан из облицовочных камней использованных при строительстве самого собора обратите внимание собор строили 40 лет не поскупились историки на время строительства так как по нашим меркам 40 лет это долгострой за это время сменилось аж три российских императора начинали строить при александре первом строили при николае первом а закончили аж при александре втором в 1858 году очень много исследователей исаакиевского собора задают вопросы на которые историки нам дают не всегда внятные ответы один из таких вопросов про колонны исаакиевского собора которые вручную вырубались из гранитных монолитов заметьте из инструментов использовали только молотки зубила клинья и ломы там же в каменолом не им придавали круглую форму с помощью молотов а в дальнейшем эту грубую круглую форму шлифовали с помощью наждака и песка далее из каменолом не их транспортировали на плоскодонных судах и с помощью деревянных спроектированных лесов их ставили на свои места я хочу напомнить что вес такой колонны был 114 тонн и эти же 100 тонн и колонны уже поднимали на сам исаакиевский собор 24 верхних колонны с помощью деревянных механизмов и дешевой рабочей силы в виде крепостных крестьян были установлены уже в 1837 году ну и конечно на некоторых колоннах мы видим вот такие вот заплатки но это я думаю можно уже списать на реставрацию но поверить в то что эти колонны были сделаны ручным способом и шлифовались с помощью песка и наждака невозможно и также невозможно с помощью веревок и простейших деревянных механизмов поставить эти колонны на свои места эта история схожа со строительством египтянами пирамид но гиды нам заявляют что в этом-то и было мастерство вот так четко и безапелляционно такое ощущение что она сама присутствовала при строительстве исаакиевского собора а вот уже внутренняя отделка этого собора и это тоже ручная работа по мрамору это составные элементы стыки которых даже практически не видно это компьютерная точность также объясняется мастерством как она сказала в этом-то и заключалась мастерство вот так оказывается все было очень просто крепостные мастера были приучены к этому делу такое ощущение как будто кошку к лотку приучить также приучить крепостного мастера делать ювелирную работу по мрамору видимо крепостные крестьяне только из мрамора спокон веков свои дома и строили и отделывали но в любом случае я восхищаюсь нашими женщинами они не то что не спасали под напором Джона Коннора а наоборот свысока своих знаний и авторитета чуть ли не насмехались над ним это вам не пражский паренек экскурсовод которого мучил Джон Коннор своими вопросами а вот на этих кадрах Джон Коннор практически в прямом смысле ползает на карачках изучая мраморные полы исаакиевского собора обратите внимание что плитка разной формы разной длины разной величины но подогнана друг к другу так что туда невозможно даже просунуть денежную купюру если мы сейчас плитку кладем на крестики и швы затираем затиркой то здесь этих швов и затирки просто нет и резать эту плитку должны были уже на месте в исаакиевском соборе а с помощью чего ее резали давайте спросим у экскурсовода какими инструментами мне удалось так точно состыковать и так точно вырезать все эти фигуры это просто невероятно фетонический труд мрамор по-моему макеланджело знаете такого человека макеланджело? да с мрамором работал как вы думаете еще в 15 веке вот я честно не представляю как такое можно даже сейчас сделать ну кроме там фрезерной пилы или лазерных станков я не знаю почему джон коннор сразу не посмотрел в интернете так как окей гугл сейчас у всех под рукой я лично тоже не знаю что такое стело и мне самому стало интересно почему-то гугл подумал что я хотел спросить у него что такое стекло но что такое стекло я знаю а что такое стело в общем сколько я не пытался найти информацию что такое стело у меня честно говоря не получилось поэтому у меня вопрос к вам к зрителям может быть я что-то не расслышал может быть штело стело как-то еще по-другому это называется может быть в яндексе надо было смотреть или в рамблере напишите пожалуйста в комментарии что это такое а то я боюсь просто не усну но посмотрите у нее у самой нет информации как это делали она предполагает ну господи да почитайте в интернете посмотрите да это было даже известно в древнем риме а в античной греции да где угодно да вы же умный человек да что вы ко мне пристали в конце концов вот и все объяснения а то что строится православный храм и на пол кладется плитка с изображениями свастики и солярных символов да тут просто в центре солнце то действительно какая уже разница как это плитка резалась а вы вообще знали кто такой исакий далмацкий что за персонаж такой в честь которого строится такой грандиозный собор оказывается преподобные саки жил в четвертом веке в византийской империи этаж за 600 лет до того как русь стала православной и никакими подвигами никакими чудотворными делами исакий далмацкий не отличился а лишь благодаря тому что император всероссийский петр первый родился 30 мая этот день как раз совпал с церковным днем памяти святого исакия далмацкого вот лишь из-за этого в основании новой столицы россии был построен не один а один за другим 4 исакиевских собора уж куда логичнее если б собор назвали в честь апостола петра но почему-то собор строят в честь исакия далмацкого джону коннору не дают покоя огромные двери он очень много внимания фокусирует на таких дверях во всех городах который посещает но двери высакиевском соборе его просто повергли в шок представляете площадь этих огромных дверей 42 квадратных метра у вас наверное квартира меньше по площади чем эти двери вес этих дверей более 20 тонн и в собор ведут три такие парадные двери высота которых почти 7 метров авторство всех этих дверей приписано джованни витали он же иван петрович витали русский скульптор итальянского происхождения и вот тут джон коннор обращает наше внимание на небольшую деталь что дверная ручка скорее всего перенесена ниже и как-то нелепо прикреплена к основанию двери а на самом деле ручка находилась выше как раз в этом кругу откуда вылезает голова ребенка и таким образом эта ручка находилась на высоте метр восемьдесят что согласитесь доставляла некий дискомфорт при открывании этих дверей обычными людьми но повторю это предположение джона коннора далее он нам показывает помещение с винтовой лестницей ведущая на второй ярус как раз к двадцати четырем таким же колоннам водруженным вручную вокруг купола так вот помимо лестницы наверх есть еще и лестница вниз но к сожалению доступ туда был закрыт обратите внимание какими блоками облицовано это помещение в виде большой трубы и по ощущениям сама лестница здесь была построена позже но согласитесь глупо же проектировать окна а потом закрывать эти окна лестницей как-то очень странно в одном здании сочетается мастерство крепостных крестьян которые были приучены делать шедевры из мрамора и такие вот ляпы когда они не смогли рассчитать чтобы лестничные пролеты не закрывали оконные проемы но поднявшись наверх мы обнаруживаем под этими облицовочными блоками красный кирпич скорее всего из которого и был сделан весь собор но затем был облицован мраморными плитами очень много еще что нужно исследовать в этом соборе так как все очень неоднозначно к сожалению в этом обзорном видео по городу санкт-петербург я не могу выделить больше времени на это сооружение и мы движемся дальше и следующий объект это казанский собор один из крупнейших храмов санкт-петербурга построенный на невском проспекте в 1801-1811 годах для хранения чтимого списка чудотворные иконы божьей матери казанской то есть вы понимаете с иконы с чудотворной списали копию сделали так называемый список и для этого построили вот такую вот махину но помимо этого казанский собор воспринимался современниками как памятник ратных побед русского народа после отечественной войны 1812 года сюда доставлены трофеи военные французские знамена и личный жезл наполеоновского маршала даву здесь же был похоронен михаил иларионович голенищев кутузов и что интересно до конца 1829 года в соборе продолжалась работа по отделке который руководил как вы думаете кто агюст монферран который в это время руководил строительством исаакиевского собора может быть он был просто прорабом так сказать делал ремонт под ключ император павел первый пожелал чтобы строящийся по его велению храм был похож на величественный собор святого петра в риме и отражением этого пожелания стала возведена грандиозная колоннада из 96 колонн копии римского собора конечно казанский собор не стал вот как выглядит собор святого петра в риме а вот так выглядит казанский собор вот вид на площадь святого петра с купола римского собора и колоннада в питере заметьте что казанский собор и исаакиевский собор не имеют колоколин таких вроде бы привычных для наших православных храмов но исследуя один другой храм вдруг невольно начинаешь понимать что все колокольни были достроены позже а раньше наши храмы выглядели скорее всего вот так вот не было никаких колоколин фасады казанского собора облицованы серым известковым туфом колонны по всей видимости выполнены тоже из этого камня так называемого пудостского камня это известковый туф добываемый около поселка пудость гатчинского района ленинградской области но при более детальном изучении этих колонн мы сейчас с вами поймем что это никакая не ручная работа по всей видимости эти колонны составные такие же как в античных храмах здесь четко просматриваются горизонтальные пластины из металла или чего-то другого и тут сразу встает вопрос для чего для стыка одного участка колонны с другим или это связано с электростатическими процессами потом нам говорят что это обрабатывалось все долотом но снаружи мы видим горизонтальные полосы а выемках вертикальные но вот здесь вот видно что прорези ровные и длинные так долотом не работают вот так вот например долотом снимали фрески в спаса андронников скамом монастыре в москве согласитесь что долотом сделать четкий прямой длинный прорез вручную невозможно но на этом секреты казанского собора не заканчиваются а только начинаются как нам говорят историки казанский кафедральный собор был построен архитектором андреем воронихиным в 1801 1811 годах за 10 лет а вот картина бенджамина паттерсона под названием вид казанского собора со стороны невского проспекта она висит в музее пушкина в москве и написана она в 1800 году бумага тушь перо и акварель спрашивается как же так бенджамин как ты умудрился нарисовать казанский собор за 11 лет до его постройки но вместо фонтана который мы видим сейчас стоит обелиск стелла удивительно но если мы сейчас зайдем в википедию на страничку казанского собора мы увидим очень похожую картину и называется она казанский собор 1821 год давайте посмотрим ее поближе а это оказывается с рисунка паттерсона вид казанского собора в 1821 году не будем обращать внимание на такой пустяк что сам паттерсон бенджамин умер в 1815 году ну и давайте вообще сравним этот рисунок с оригиналом который висит в пушкинском музее в москве тут прям найдите 10 отличий ну и давайте искать в правом нижнем углу мы видим собаку но здесь она черная а здесь белая вот эта группа людей отсутствует на второй картине но зато видна игра вот этих двух собачонок все остальное идентично смотрите жесты направление указания рук группы людей идентичны в таких же позах прогуливающиеся пары проезжающие кареты лошади даже также наклонены зато есть вот еще одно небольшое отличие вот в этой вот области давайте его рассмотрим поближе смотрите на куполе собора почему-то крест повернут в разные стороны на рисунке 1800 года авторском мы видим четкий равносторонний крест а на другом рисунке уже православный также есть небольшое различие навершия купола перейдем к обелиску то же самое и здесь крест равносторонний и смотрит четко на нас а на переделанном рисунке крест напоминает католический повернутый вправо почему же так все оставлено на своих местах и жесты офицеров и наклон головы лошади но детали связанные с крестом переделаны и также переделана дата сказано что это вид на казанский собор 1821 года тут налицо какая-то фальсификация и закрадывается сомнение что этот собор построен для хранения чтимого списка чудотворные иконы божьей матери казанской а давайте посмотрим на пол в этом соборе здесь мраморный пол даже интереснее чем в исакевском соборе здесь он просто таки объемный 3d пол и все это также сделано из мрамора и все также подогнана плиточка к плиточке без швов ну хорошо что нам уже объяснили с помощью чего резали мрамор но здесь на полу опять языческие символы конечно нам скажут что это так показано вифлеемская звезда но тогда почему она не одна но если даже предположить что это след вифлеемской звезды почему он ведет не в алтарную часть а на выходы ну и нужно понять если бы этот собор строился как православный на полу были бы совершенно другие узоры и орнаменты чертежи и документы подделать очень легко но подделать вот такой вот пол из мрамора я думаю даже не под силу с нынешними технологиями мы все прекрасно знаем по жестоким канонам культового строения алтарная часть собора должна располагаться в его восточной стороне а вход соответственно в западный но почему-то у меня складывается такое ощущение что именно это и был главный вход но это же северная сторона и скорее всего архитектор андрей воронихин с 1801 по 1811 годы как раз и переделывал уже построенный до него собор чему свидетельствуют картины нарисованные в 1800 году с видом на казанский собор сегодня уже есть версия что воронихин оказывается задумал не одну а две колоннады но финансирование подвело по замыслу еще одна колоннада должна была украсить противоположный южный фасад храма но все это как мы понимаем домыслы наших историков чтобы поставить такую колоннаду у воронихина не хватило не денег а просто умение кстати не достает казанскому собору и еще кое-какой существенной детали задуманный архитектором воронихиным колоннаду со стороны невского проспекта согласно проекту должны были украшать две мощные фигуры архангелов каменные пьедесталы для которых и сегодня можно увидеть скорее всего ранее на этой колоннаде уже стояли скульптуры но что изображали эти скульптуры к сожалению мы наверное уже не узнаем так как они оттуда были просто демонтированы почему может быть они изображали то что не должны были изображать или противоречили романовской версии истории города хотя нам говорят что до 1824 года на этих пьедесталах стояли гипсовые статуи архангелов которые впоследствии должны были заменить на бронзовые статуи но почему-то в итоге так и не заменили ответы историки так и не дают хотя этих архангелов так на картинах никто и не запечатлел не бенджамин паттерсон нарисовавший эту картину в 1800 году не тот же василий садовников который рисовал казанский собор в 1830 году хотя отличие и в этих картинах мы видим куда-то пропадает обелиск видимо кому-то он помешал хотя в народе родилась легенда о том что это архангелы сами не захотели занять предложенные им места ну и давайте на этом первую часть своего рассказа по материалам джона коннера я закончу ну а во второй части как обычно вас ждет самое интересное мы посетим и посмотрим немножко под другим углом на петропавловскую крепость троицкий собор и эрмитаж также я планирую закончить ванную комнату вы видите уже возведена стена установлена дверь строительство идет параллельно с творческим процессом и исследовательской деятельностью поэтому одно тормозит другое с вами был председатель ставьте большой палец вверх если вам действительно понравилось видео подписывайтесь на мой канал увидимся в будущем пока до конца Субтитры подогнал «Симон»